Сегодня монополист, и никто еще такой видеоролик, мне кажется, на ютубе не делал, или если делали, это прям 1-2 буквально, я не нашел вообще. Значит, мы будем снимать просто ироды про женщин. Мнение гинеколога, все за и против, очень коротко сухо сейчас обсудим, но что мы хотим сделать, естественно, тема до бесконечности широкая, поэтому вопросы гинекологу вы можете адресовать. У нас, мы сейчас полчаса сидели, обсуждали, мы затронули чуть ли не цикл Крепса, понимаете, поэтому, ну, действительно, непонятно, с какой стороны заходить. Очень много потребностей у пациентов, очень много различных видов анамнеза, да, с чем она может прийти, ну, то есть ее анамнез как-то надо учесть, и вот этот огромный спектр препаратов. А, я еще, да, забыл подчеркнуть, что многие спортсмены и спортсменки используют же целый набор препаратов анаболических стремных помощей, может быть, не один. Вот, да, и это все усложняет, поэтому мы сейчас коротко, голоком по Европам пройдемся, основную ситуацию, да, с синдромом поликистоза виничника мы хотели, обсудить, что может быть при синдроме поликистоза виничников, объединенном с астероидами. Ну, сначала первопричина, женщина приходит в бесплодие. А вот, окуляции нету, цикла нету, месячных нету, менее 8-ю инвеструации в год, и надо копать вот именно, что будет. Она обычно может прийти и сказать, что мне нет, а я не могу забеременеть. Вот, и тут надо уже учитывать все вот эти вот факторы и копать, да, запросто повышенный уровень андрогенов. Мы можем поставить и синдром поликистозных яичников, но опять-таки он не ставится просто по УЗИ. Нельзя просто сделать УЗИ, как часто бывает, врач-УЗИст просто написал СПК, и вот до свидания. И приходит женщина судорожно, трясет этой бумажкой, у меня нету. Это даже бывает при нормальном, по сути, цикле. Нельзя просто по одному УЗИ выставить этот диагноз. Нужно собрать вот именно полный осмотр и анамнез. Угу. Окей, окей. И вот часто, с чем, ну, ко мне обращаются, то есть пациентки приходят. Это вот такая ситуация. У нас девушка уже находится на курсе, она бодрических стероидах, но достаточно длительно. Может быть, это не первый курс. Она приходит, она готовится к соревнованиям. И здесь какая ситуация? Она говорит, вы знаете, меня фактически, ну, там, отказываются принимать, отказываются собирать с меня на нос, что-то со мной конкретное делать. Говорят, нужно отменить анаболические стероиды. Ну, во-первых, я не могу это сделать резко, потому что я как-то пробовала, естественно, она себя плохо почувствовала отрезкой отмены препаратов. Вот. И второй момент, ну, естественно, там могут быть какие-то у нее просет по, ну, как уличному уровню жизни, потому что она привыкла поступать, она, может быть, зарабатывает, там, работает тренером или еще как-то зарабатывает, там, рекламе после на деньги, да, сейчас это в Инстаграмах везде, там, популярная, да, чего скрывать такое явление. Что делать? Естественно, ну, мы ее не будем принимать и будем так на нее ругаться, если она вот прямо сейчас свела и я все не бросила у нее. Ну, нет, конечно, ладно. У вас все-таки современная медицина, что мы не ругаться, это нужно тщательно, очень подробно собрать анамнез и нужно именно побеседовать. Надо сначала узнать, что хочет пациентка. Это главный вот этот вот фактор. Мы не можем сказать, бросай и все, и неважно, как ты себя будешь чувствовать, будешь там помирать завтра, не помирай, вот просто бросай и все. Так стегорично ничего не решается. Сначала мы узнаем ее вот именно конкретный запрос. Обязательно нужно говорить с человеком. Он сам всегда все скажет. Хоть и окольными путями, но все скажет. Но нет, снижать резко и сразу нельзя. Мы снижаем постепенно. И мы просто можем менять на другие препараты. То есть, видите, дорогие друзья, то есть помимо того, что резко отменить, мы можем снизить дозировки, да, причем это подсчитать. Мы можем поменять на другие какие-то препараты, которые тоже будут работать каким-то аналогичным образом, но при этом не давать нам какие-то исходя из анамнеза те побочные эффекты, которые мы не хотели бы видеть у пациентки. Ну так, главное вообще будет запрос, вот именно. Здесь все только отталкиваться от этого, а не от своего собственного введения. Ты можешь видеть так, человек может видеть иначе. Вот именно мы работаем в комплексе. Да. И запрос, да, сказать, ты как человек всю жизнь курил, все бросает. Но он не бросит. Он просто скажет, ну ладно, пойду к другому. Да, да, да. Пойду к другому, кто тоже курит и с ним покурю. Ну нет, конечно, это же стресс. Да. Еще такой вопрос. Окей. Вообще, насколько, ну вот, пациентки, да, ну, необходимо, к примеру, если мы разберем, что вот она относительно недавно, там, тренер, ну, чаще всего приходит с запросом, что уже с тренером, вот они сели на курс, они самостоятельно приняли это решение. Ей, действительно, если это у нее она планирует, даже просто попробовать выступить один раз, у нее была мечта выступить на соревнованиях. Вот она говорит, у меня будет где-то курс длиться, ну, там, к примеру, возьмем такую среднюю длину, это 3-4 месяца. Обязательно 100% ей 3-4 месяца, вот на этом курсе тестостерона, иметь цикл, вот 100% у нее должна идти инструация, иначе все, она там помрет, я не знаю, у нее будет абсолютно бесплодие за эти 4 месяца, или можно как-то ее провести эти 4 месяца, потом восстановить, и все. Она говорит, я потом не буду. Ну, здоровье женщины – это регулярный репродуктивный цикл, как ни крути, в любом случае. То есть какие-то риски есть. А мы можем, ну, обследуя такую пациентку по анализу, сказать, что у тебя больше таких, вот у Маши больше этих рисков, а у Вали этих рисков меньше. Ну, это наличие каких-то семейных факторов, генетических. Ну, то есть в любом случае, когда мы будем опрашивать пациента и исследовать, естественно, ну, то есть я имею в виду все виды диагностики, мы сможем, то есть, да, такую репродуктивную пациентку. Да, можно же не выходить за этот порог, а вот быть на… И вот там, с обрыва просто-напросто в карьеру. Можно вот так вот это все плавно удерживать, и цикл, и физическая форма, и соревнования. Обязательно же просто в две крайности. Либо ты менструируешь, и ты ходишь, ничего не делаешь, или ты просто-напросто суперспортсмен с лошадиными дозами каких-то препаратов и без цикла. А потом… Ну, это такое будет тогда не циклично. Это будет одно и то же. Сейчас она выступила четыре месяца, отдохнула, потом то же самое. У нас даже это не сказано. Нужно подобрать какой-то серии просто подходов, с которыми она будет жить, существовать. При этом, то есть, даже, может быть, там, как-то выступать лайтово, но не вредя самим организму. Конечно, конечно. Вот такая технология. То есть, опять же, то, что я говорю вот про мужчин, да, чаще я, конечно, больше эту тему затравил, курсы анаболических стероидов. То есть, это та же сдача, ну, анализа, все равно вообще понять, в каком состоянии человек. Это работа с врачом, вот. И это изучение, ну, индивидуального анализа. То есть, все равно не получится сказать, знаете, если вы на курсе анаболических стероидов, вам нужно пить витамин С, и все пройдет. Все, вреда никакого-нибудь. Ну, просто люди очень часто спрашивают, то есть, в комментариях у меня пишут на ютубе, знаете, я на курсе тестостерона, значит, ну, у мальчиков частая самая проблема, это, соответственно, гиперэстроген, за счет избыточного тестостерона превращается в астралин. И они пишут, я вот пью, значит, анострозол, может, мне что-то другое ингибитор аромаказы попить, и он думает, что все, на этом побочные эффекты гиперэстрогена тестостерона, то есть, закончились. То есть, нереология крови, то есть, у нее не поменялось, ну, вообще ничего. Вот. Ну, и опять же, я думаю, что будет неплохо, да, тоже реологию крови, наверное, у девочек учитывать. Ну, пускай это на менструацию напрямую не влияет, но в целом же ее организм это влияет, вот, поэтому там, там, насулинорезистентность, к примеру, и дык у них получили. Ну, если бы я будет, если бы есть такая причина, бывает, и они приходят, и с пониженным либидом тоже часто проблемы. Ага, вот даже как. Да. Поэтому такие проблемы тоже решаются. То, что человек думает, проблема в другом, ну, допустим, вот я, ну, отсутствие либиды и усталости. Проблема все у нас такие вот андрогены скачущие. Да, ну. Ну, и кратко, наверное, тоже поправьте меня, согласитесь, нет. Значит, из моего такого личного опыта девочка там на очень минимальных, там, 20 миллиграмм Оксандра Лона она принимала, она ко мне приходит. Вот у меня лично был такой случай, говорит, все, там, что-то пропало. Была она, Оксандра Лоне, значит, менструация. Сейчас нет. Ну, типичный для нее. То есть она уже на первый раз использует препараты. Вообще все хорошо, вроде как, даже не термозит. Просто элементарно. Она перед соревнованиями урезала углеводы, совсем убрала, колораж поменяла работу, если у нее какой-то колораж, раньше она могла на работе есть. Теперь она фактически не ест. Мы восстановили питание, все, у нее все восстановится. То есть может так вызвать влияние, да? Да, это первое. Конечно, конечно. Да, стресс, да, еда и регулярные такие интенсивные физические нагрузки, это первое вообще, что вызывает именно РОИ. Мы можем сказать, что иногда дело не только в препаратах, конечно, конечно. Но поменять питание, потом, наверное, не убирать полностью тренировки совсем. Нет, нет, нет. Надо не 6-7 дней в неделю, по 2 часа, как некоторые тоже бывают, занимаются. Нет, естественно. Первое вот именно, мы смотрим, да, физическую нагрузку и стрессы. Стресс тоже бывает запросто. Стрессы просто и нет в месячных. Да. И также питание, конечно. Ну что ж, дорогие друзья, вот вам тема для размышлений. Дальше, я думаю, мы будем упираться в этой теме на комментарии. Еще что хотелось бы сказать, да? Все есть лекарства, все есть яд. Все дело только в дозе. Вот. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И задавайте вопросы. И задавайте вопросы. С вами был Игорь Негода.